Ребята, привет! Сегодня вместе с Аней ответим на самый популярный вопрос, почему мы создали это движение антизарплата, почему его называют уже многие там народным, почему все больше и больше людей присоединяется в этот, я даже не назову это проект, это вот реально это движение, это все создано для людей для того, чтобы решать, наверное, самую тут сейчас такую насущную проблему, проблему с тем, что люди просто поголовно теряют свой источник дохода, кого-то увольняют, кого-то отправляют якобы там в отпуска, кому-то режут зарплаты, кому-то вообще просто перестали платить и даже не потому, что там начальник какой-то там или хозяин вашей там конторы, ну на букву П, просто потому, что он сам тоже сидит сейчас без денег и сам не знает, потому что ну целая отрасль буквально в экономике после этого коронавируса, после этой эпидемии, после этого всего ограничения на передвижение просто рушатся и дальше будет только хуже. Если, дружище, правда в том, дружище, если тебя сейчас это еще не коснулось, то звоночек уже, как говорится, звенит уже в соседнем подъезде или соседние там двери. Большинство людей даже у меня знакомы эти там, с которыми я еще учился, там в институте, там в школе даже, там иногда переписываемся, созваниваемся, у них сейчас просто серьезные проблемы. У большинства кредиты, ипотеки, и ребята просто не знают, как зарабатывать, поэтому понятно, что сейчас многие присмотрелись к тому, что в интернете зарабатывать можно и безопаснее, нету сама. Сейчас я вот попробую, попробуем сегодня рассказать, вот почему в интернете зарабатывать проще, выгоднее и безопаснее. Смотрите, друзья, в чем проблема заработка в обычной там оффлайн, например, на работе. Вы приходите, у вас есть начальник, который забирает, все знают, больше 90% тех денег, которые вы зарабатываете, это первое. Но у начальника еще, так сказать, есть еще начальник сверху, будем говорить, те люди, политики там или я не знаю, кто их там называет, там масоны там или какие-то, я еще не знаю, иллюминаты, в общем, те, кто управляет там какими-то глобальными, так сказать, экономическими этими потоками. Кто вообще создает эти экономические ситуации, которых сейчас, ну, вы сами видите, что происходит, я не знаю, они там контролируют, не контролируют эту ситуацию, но большинство, дело, ну, как бы, дело в том, что большинство из предприятий и фирм просто сейчас, ну, рушатся, рушатся, никто не может заработать денег, как раньше, там доходы у многих упали, естественно, сокращение, вы видите, даже там мировая экономика, там крупные, там такие империи, там Макдональдс, там и даже там, по-моему, Эппл затронули эти, ну, глобально эта ситуация, людей просто сокращают, увольняют там и все меньше и меньше возможности зарабатывать. Смотрите, опять же, почему это происходит? Потому что есть децентрализация, ну, такое слово. Это децентрализация относится к криптовалютам, блокчейну, тем новым трендам, которых мы учим ребят зарабатывать, которые приходят в нашу команду. На самом деле в обычной экономике, в оффлайне, там везде обычная централизация. Есть какой-то человек, который в любой момент может там перекрыть там потоки денег, какую-то ситуацию создать экономическую, в которой просто люди уже перестают зарабатывать. Ну, ничего с этим не поделаешь. Если, например, тот же самый биткоин на своем блокчейне, блокчейн, опять же, это такая децентрализованная система, такая цепочка, которую невозможно контролировать никаким человеком, сколько с ней не бороли, сколько там не пытались как-то убрать, удалить, взломать, как сегодня один человек написал у нас в чате. Есть компьютеры, которые могут взломать блокчейн. Дружище, если ты это смотришь, смотри, и другие ребята, если бы такое было, уже бы давно взломали, и все бы биткоины отправили себе на кошелек. Кто-то бы в какой-то момент стал бы самым богатым человеком в мире, у него бы были все биткоины. Правда в том, друзья, что сейчас зарабатывать можно нормально и безопасно только в интернете, особенно на проектах, которые используют блокчейн, особенно те, которые используют свой блокчейн. Объясняю простыми словами, что такое блокчейн. Блокчейн – это когда ты заходишь, например, в проект и начинаешь работать, и все, во-первых, в том проекте, в котором мы сейчас зарабатываем, учим наших ребят зарабатывать. Здесь нету какого-то начальника, нету доступа к твоим счетам, никто не решает, когда тебе там выплатить зарплату, сколько тебе выплатить зарплату. И в любой момент, например, как те же там банки, они могут закрыть твой аккаунт. Здесь это невозможно. Здесь ты зарабатываешь деньги, ты заработал деньги, ты их сразу получил, сразу же вывел, и сразу же в тот же день или в ту же минуту ты просто с деньгами обналичил их, и у тебя есть деньги. На работе ты ждешь конца месяца, ты ждешь, когда начальник придумает какую-нибудь отмазку, штраф тебе сделает, лишит тебя зарплаты, может быть, даже уволит. Здесь тебя на проектах с блокчейном никто тебя не уволит, никакой начальник тебя ничего не сделает. Ты зарабатываешь, и опять же, самое важное, дружище, 90% тех денег, которые уходили раньше твоему начальнику, они остаются сейчас у тебя. То есть ты зарабатываешь уже как минимум в 10 раз, в 10 раз больше, чем ты зарабатываешь на обычной работе. Как тебе такое, дружище? Опять же, ребята, напоминаю, те, кто еще не знает про наше движение антизарплата, переходите по ссылке под видео, в чат мы все объясним, все расскажем, научим.